Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Многие любители просят меня, Олег, разбери дебют кол, как победить в нем за черных, поэтому сегодняшнее видео будет, что называется, по заявкам трудящихся. То есть вы меня попросили, я попытаюсь записать видео анализа дебюта кол-угловик. Дебют кол-угловик возникает после следующих ходов. СД4, Б5 и белая стая так называемый кол, ДЦ5, бой-бой. И черные и белые играют своим сильным левым флангом. ФЖ5, БЦ3, ЖФ6, ЖФ4. Черная игра от ЖФ4 и в этой позиции у белых есть три интересных плана игры. ФЖ5 и возникнет вариант кол с разменом на Ж5, АБ2 и СД4. Мы сегодня рассмотрим ход СД4. После этого хода, видите, белые грозят разменяться СБ6, либо ФЖ5. Важно закрыть именно поле Ж5. То есть играем ФЖ5 именно таким образом. Не боимся, чтобы соперник разменялся на поле Б6. Здесь играем АБ4 и грозим выиграть шашку Б6. Поэтому черным надо отходить на бортик. Видите, шашка С5, коловая шашка ушла на бортик, на угол. Поэтому дебюты получил такое название кол-угловик. Сейчас в этой позиции есть несколько вариантов ответа. Но сильнейшим я считаю ход ЕД6. То есть мы не даем сыграть ФЕ5 пока. И в этой позиции у белых есть несколько вариантов ответа. АБ2 играть хуже. Но все-таки там есть ничья. А лучше всего играть ДЦ3 за белых. Теперь играем ДЦ5. Ну и ход ФЕ5 здесь уже не страшен. Потому что мы сыграем ФЕ7. Грозим выиграть шашку Е5. Поэтому приходится меняться белым таким образом. Ну и у черных здесь позиция даже поприятнее. Поэтому обычно в этой позиции белые не играют ФЕ5, а играют АБ2. Тогда уже играем снова ФЕ7. Ну и на ход БА3 играем ЕД6. И в этой позиции многие новички, ну даже и опытные шашисты ошибаются и делают ход СД4. Кажется безобидный ход. На самом деле он уже проигрывает. То есть мы играем АЖ7 и меняемся. И позиция форсирована приходит к следующему положению. СБ2, ЖФ6, БЦ3. Нападаем ФЕ5, приходится закрываться АЖ3. Играем ДЕ7. Ну и на ход АБ4 играем ЕФ6. Отвернуть от этой позиции белые никак не могут. А черные наоборот к ней стремятся. И в этой позиции у белых есть два варианта ответа. СД4 и ЖХ2. Давайте рассмотрим сперва ход СД4. Такая же позиция, допустим, возникла в партии ветерана белорусских шашек, гроссмейстера Аркадия Плакхина. Он играл эту партию белыми против шашиста по фамилии Юдитский. И обратите внимание, что гроссмейстер попал в проигранное положение, но до конца сопротивляется. В этом положении черные побили шашкой Е на С3. Белые побили. Ну и здесь в этой позиции черные ошиблись. Они сыграли АБ4. Этот ход ведет лишь к ничьей. То есть гроссмейстер тем и хорош, что он даже в проигранном положении все равно находит какие-то шансы на ничью. И, как правило, этими шансами пользуется. Белые тут же разменялись. ДЦ3. Бой-бой. Бой-бой. И черные играют АЖ5. Кажется, что поражение белых неизбежно. То есть СД2. СБ2 играть бесполезно. Поэтому кажется, что у белых проигрыш. На самом деле здесь есть тонкая ничья. И гроссмейстер Плакин ее нашел. Белые неожиданно пожертвовали шашку. ДЦ5. И сделали тихий ход. СБ2. И выясняется, что везде ничья. То есть на ЖХ4 просто сыграем ЖФ4. И черным приходится жертвовать лишний материал. Белые достигают ничьей. А на ход, допустим, ФЕ5. Белые уже нападают. Ну и здесь, как ни играй, везде ничья. То есть в партии было БЦ3. Белые зашли в любки. То есть видите, белая шашка между двумя шашками черных. Называется такое положение любки. То есть называется бей любую. Любки. Ну черные, допустим, отдают шашку. Пытаются пройти в дамки. Да, они проходят быстрее. Но все-таки белые здесь, как говорится, на сопельках. Но делают ничью. АБ4, допустим, ЕД2. БЦ5. Черные пытаются выиграть шашку. Да, белые отдают шашку. Еще одну отдают. И затем нападают на шашку Д6. Приходится отходить. Тогда белые занимают большую дорогу. И выясняется, что партия приходит к ничьей. Примерно так и было в партии. Ну еще в этой позиции был возможен ход Д4. Здесь белым надо точно побить. Шашкой А3 на С5. Ну и здесь тоже выясняется, что ничья. То есть сюда бить бесполезно. Да, черные выигрывают шашку. Но белые все-таки успевают пройти к дамке. То есть черные здесь не успевают победить. Белые тоже проходят к дамке. И добиваются ничьей. Так, а если бить, допустим, в эту сторону, тогда здесь тоже ничья. СД6. Ну и на любой ход, допустим, поставили дамку на G1. Снова отдаем шашку. Нападаем сзади. И снова белые занимают большую дорогу. И добиваются ничьей. Но все-таки в этом положении был выигрыш. То есть черные сыграли АБ4. Этот ход ведет к ничьей. А правильно было играть... Правильно было играть ДЦ5. То есть играем ДЦ5. И здесь во всех положениях у черных выигрыш. Например, ДЦ3. СБ4. Нападаем. Приходится отходить. Тогда играем Б3. Ну и на ход ДЦ5. Уже смело идем в дамки. АБ2. СД6. Ставим дамку. Ну видите, сейчас жертвовать шашку бесполезно белым ставить дамку. Потому что она будет тут же поймана. То есть отдаем две шашки. И затем ловим дамку белых. Ну и шашки белых, видите, отрезаны по большой дороге. Тут сопротивляться бесполезно. Можно смело сдаться. Если же в этой позиции белые не жертвуют шашку СД6. А допустим меняется ФЕ5. Здесь важно запомнить. Надо сделать тихий ход выжидательный. АБ2. То есть не надо дергаться. Там как-то играть. Допустим ЖФ4. Или дамкой уходить. Допустим на Ф6. Это не ведет к победе. Правильно сыграть именно АБ2. В чем идея. То есть на ход ЕД6 мы просто отдаем одну шашку. И забираем две. Ну и снова белым можно сдаться здесь. Даже нужно. А если белые допустим выжидают. Играют ЖАЖ2. Тогда снова уходим на поле А1. Ну и здесь уже белые вынуждены идти в дамки. И черные их тут же ловят. С легким выигрышем. Вот такой незамысловатый выигрыш был у черных. Так. Мы рассмотрели ход СД4. Давайте теперь рассмотрим более серьезное сопротивление за белый ход ЖАЖ2. Сейчас я вам покажу анализ 1928 года. Впервые его нашел. Провел вот этот анализ. Шашист по фамилии Савельев. Потом дополнил еще гроссмейстер Максим Федоров. Автор великолепной книги. Энциклопедия Эншпиля. В этой позиции черные играют ЕД4. Трудно находимый ход, но только он ведет к победе. Ну и у белых есть несколько вариантов взятия. Давайте рассмотрим так. Первое взятие на С7. На Ж7. И на Е7. Давайте рассмотрим все три. Если белые бьют, допустим, на Ж7, тогда бьем на Ф8. Белые бьют на А6 и черные бьют на С3. И здесь черные должны победить. Например, ЕФ4. Белые строят колоночку и грозят разменяться ФЕ5 и достичь ничьей. Поэтому приходится отходить. ДЦ5. Тогда белые играют ФЕ5 и пытаются прорваться в дамки. Мы играем СБ2, ЕФ6. Ставим дамку. Белые жертвуют шашку и вроде бы проходят в дамки. Но мы щедро жертвуем дамку. То есть тут главное не дать белым пройти в дамки. Иначе они могут достичь ничьей. А здесь уже четкий выигрыш. Например, ФЕ3, СБ4. Теперь, если белые играют ЕД4, тогда мы просто играем АЖ5. Ну и здесь оппозиция 4 на 4 в пользу черных. Белым просто некуда прилично пойти. Если же белые в этой позиции, допустим, играют ЖФ4, тогда здесь играем БЦ3. Пытаемся прорваться первыми в дамки. И после хода АЖ3 играем СБ2. ЕД4. И здесь важно поставить дамку именно на поле А1. То есть видите, ЦУКЦВАНГ. Если бы ход был черных в этой позиции, белые достигали ничьей. А здесь ход белый. То есть видите, здесь на С1 нельзя ставить, потому что белые проведут такой стандартный маневр. Отдадут шашку и затем поймают дамку черных. И добьются ничьей. То есть будьте аккуратны в этой позиции. Ставим дамку именно на А1. Теперь приходится отходить. Ну и здесь четкий выигрыш у черных. Нападаем. Приходится жертвовать шашку. Ну и видите, снова нельзя идти в дамки, потому что черные опять второй раз подряд уже жертвуют дамку и должны победить. Поэтому белым приходится жертвовать шашку и ставят дамку они. Снова нападаем. Видите, ЦУКЦВАНГ. Снова, если бы ход был черных, ничья. А так как ход белых, здесь выигрыш. Даже при ходе черных здесь тоже выигрыш. Дамка все равно поймалась бы белых. То есть видите, если, допустим, белые меняются, тогда затем занимаем большую дорогу. Ну и черные проводят затем все три шашки в дамке и добиваются победы с помощью треугольника Петрова. Кто не знает, как победить тремя дамками одну дамку соперника, владея большой дорогой, ссылочку оставлю в верхнем правом углу. Если же черные в этой позиции отходят, допустим, на бортик, тогда смело проводим вторую шашку в дамке и затем проведем еще и третью шашку в дамке. То есть здесь проблем с реализацией преимущества у черных возникнуть не должно. Я думаю, сами справитесь. Так, рассмотрели бой С на Ж7. Давайте теперь рассмотрим бой Е на Е7. Здесь, оказывается, тоже есть подводные камни. Надо играть аккуратно. Ну, естественно, бьем на Ж1. Белые бьют на Ж5. И здесь бьем на Ф2. Здесь белым приходится играть АЖ5. Ой, ЖФ6. И здесь важно пожертвовать шашку. То есть не надо ставить дамку. Там будут шансы на ничью у белых. Надо именно отдать шашку. Как говорится, щедро отдать шашку. Не жадничать. И ставим дамку. И выясняется, что угроза отдачи дамки неотразима. То есть на любой ход, допустим, АЖ5, отдаем дамку, в который раз уже, ну и легко побеждаем. Так, ну и последний вариант боя. Самое серьезное сопротивление здесь, если белые бьют С на С7. Естественно, бьем на С3. И здесь, видите, ставить дамку пока нельзя белым, потому что она будет тут же поймана. Черные здесь легко победят. Белые это видят. Поэтому они делают такой очень труднонаходимый ход. ЕД4. Максимальное сопротивление. И здесь уже у черных, в свою очередь, есть три варианта боя. Можно побить на поле Е5. Можно побить на поле Ж1. И можно побить на поле С5. Однажды эта позиция случилась в моей партии даже против мастера из Украины. Года полтора назад играл. И, друзья, вот даже в этой позиции, хотя я знал, что тут выигрыш, у меня было около двух минут. В блице я не смог найти выигрыш. Все-таки мастер сделал ничью. Так что здесь запоминайте варианты очень внимательно. Правильно бить именно на поле Ж1. Здесь выигрыш. А вот остальные варианты боя ведут лишь к ничьей. Давайте рассмотрим их по очереди. Если черные бьют на поле Е5, тогда белые бьют на Д6. Надо играть ФЕ5. Ну и бить на Ж1. А здесь белые делают красивую ничью. То есть они играют ЖФ4. Именно так и было в моей партии против украинского мастера. Черные бьют. Белые ставят дампу. Приходится отходить. И белые красиво форсируют ничью. То есть отдают одну шашку от Ж3. Затем вторую шашку ЖФ4. И бьют две шашки. Вот так и закончилась наша партия. Так. Рассмотрели первый вариант боя. То есть после хода Е4. Бой. Так. Покажу красненьким. Бой С на Е5 ведет лишь к ничьей. Второй вариант боя. Ж на С5 так же ведет лишь к ничьей. Здесь белые тоже красиво добиваются ничьей. Игра от ЖФ4. Приходится бить. И здесь белым надо найти труднонаходимый ход. ФЕ3. Только он ведет к ничьей. Ставить дампу было нельзя. Там был проигрыш. Ну и здесь на любой ход у белых ничья. Например самый сильнейший вариант. СБ4. Белым надо ставить дампу. Ну и на нападение ФЕ5 здесь тоже на. Найти единственный ход Е4. Только он ведет к ничьей. Ну и здесь когда черные бьют на Ж3. Здесь тоже важно побить именно на поле Ф4. Наиболее простая ничья. Белые бьют две шашки. Вернее черные бьют две шашки. Белые также бьют две шашки. И снова видите. Допустим на ход БЦ3. Белые занимают большую дорогу. И добиваются ничьей. Ну и наконец самый главный вариант. Который важно запомнить. В этой позиции после хода Е4. Бьем именно на Ж1. То есть в партии с украинским мастером. Меня смутил например такой вариант. Если белые бьют на Б2. Мы бьем естественно на Ф2. И видите белые ставят дампу. Вот здесь в расчете я рассчитал вот такой вариант. ФЕ5. Тогда белые играют дамкой на А5. То есть видите дамку пока ставить бесполезно. Потому что она будет тут же поймана. И белые достигнут ничьей. Поэтому приходится играть допустим ЕД4. Тогда белые уже нападают дамкой с поля Е1. Ну и допустим черные пытаются прорваться в дамке. Ну и здесь белые жертвуют шашку. Нападают разок. И снова занимают большую дорогу. И здесь как ни странно черные также не могут добиться выигрыша. Здесь только ничья. То есть шашка А6 дамки она пройти не может. И шашка А3 тоже не может. Поэтому здесь только ничья. Вот меня этот смутил вариант во время игры в Блиц. Так второй еще возможный вариант здесь был. Если бы черные закрылись АЖ5. Этот ход также ведет лишь к ничьей. Белые играют дамкой на А5. Снова не дают поставить дамку. Потому что она будет тут же поймана. То есть на постановку дамки играем БЦ3. Поэтому приходится играть ЖА4. Тогда белые играют АЖ3. И на постановку дамки смело играют БЦ3. Ну дамкой бить бессмысленно. Потому что черные займут большую дорогу и добьются ничьей. Поэтому черные бьют на Ф2. Тогда белые делают тихий ход АБ4. Ну и на любой ход здесь ничья. Единственная ловушечка еще за черных сыграть ФЕ5. Ну и здесь после хода БА5 белым важно побить именно по большой дороге. Добиваясь ничьей. А если белые здесь пожадничают. Так что друзья никогда не жадничайте. Побьют допустим 2 шашки и дамку. То черные здесь снова щедрые. Они жертвуют шашку. И зажимают дамку по двойнику. То есть приходится жертвовать дамку. Бьем до конца. И черные здесь побеждают. Такая микро ловушечка. Ну и наконец самый главный вариант. А где все таки выигрыш? А выигрыш друзья был после хода дамки. Снова черные щедро отдают шашку. Белые бьют. И здесь играют дамкой на поле С5. Точный ход. Наиболее простой выигрыш. Хотя он здесь не такой простой как кажется. То есть мы грозим просто дамкой сыграть на А3. И выиграть шашку Б2. Видите шашку Б2 защитить не удается. Потому что дамка белых будет тут же поймана в петлю. После хода АЖ5. Ну и здесь все заканчивается стандартным окончанием вилка. Допустим АЖ3 нападаем. Надо отходить. Зафиксировали шашку АЖ4. Ну и после хода АБ4 уже нападаем на шашку Б4. И фиксируем обе шашки. То есть шашка Б8 держит шашку А7. А дамка легко справляется двумя шашками. Белые еще сопротивляются. Отдают шашку. Занимаем двойник. Ну и после последней жертвы. Ловим дамку и побеждаем. Такой 36-ходовый вариант. Надо запомнить. Все логично. В принципе запоминается легко. Поэтому в этой позиции у белых есть два варианта. Первый вариант. Если белые играют АЖ3. Тогда уже нападаем ходом СД6. И нам важно выиграть именно шашку Ж3. Если белые отходят, допустим, на Д8. Бьем эту шашку. Белые заводят шашку А3 на бортик. То есть не дают ее выиграть. Тогда играем дамкой на А5. Ну и после хода дамкой на Ф6. Уходим на С7. Ну и здесь вкратце покажу такой вариант. То есть черные рано или поздно проводят шашку А6 в дамке. Белые не могут этому помешать. И затем ставят свои дамки на поля С5, Д6 и А5. И видите, дамка белых неминуемо гибнет. То есть где бы она ни находилась, она попадает в петлю. То есть если, допустим, сюда уйдут, тогда так ловим. И черные снова празднуют победу. Так. Ну и наконец самое серьезное сопротивление. То есть в этой позиции, если белые играют дамкой на Д8. Самое мощное сопротивление. Тогда уже выигрываем шашку Б2. Белые отдают шашку и играют дамкой на А4. Здесь играем дамкой на Д8. Грозим поймать дамку белых. Поэтому приходится уходить на поле А5. И вот здесь делаем точный ход. АЖ5. Именно в этот момент. В чем суть? То есть белые, видите, не могут напасть на шашку. Ж5. Потому что их дамка будет тут же поймана. Ну и черные побеждают, видите. Поэтому. Если белые. А черные в этой позиции грозят сыграть ЖФ4. И затем постепенно провести третью шашку в дамке. И снова построиться вот таким образом. С выигрышем. Тремя дамками. Поэтому белым остается играть только АЖ3. Единственный ход. Ну тогда здесь играем дамкой на А5. Точный ход. И видите. Дамке белых не пошевелится. То есть на ход ЕФ2 мы ее тут же поймаем. И выиграем. Поэтому остается единственный ход ЖФ4. Тогда смело играем ЖФ4. Ну и белым приходится жертвовать шашку. И снова мы проводим затем шашку А6 дамки. Строимся вот на этих полях и побеждаем. Если же белые играют ЕФ2. То здесь снова дамка белых гибнет. Отдаем дамку и побеждаем. Вот такой серьезный анализ. Более 30 ходов во всех вариантах. Друзья, если вам понравилось данное видео, обязательно поддержите мое творчество Лукасом и подпиской на канал. Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Если что-либо не поняли, отвечу на все вопросы. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.